Всем привет! Пришло время разобрать SCP-4666, гельского старика. Ведь сам он себя не разберёт, обычно он разбирает других людей, в прямом смысле. А поддержал выпуск этого видео уже постоянный спонсор канала, OPST, сервер по игре, основанный на вселенной SCP, под названием SCP Secret Laboratory. Главной фишкой сервера является сильная ролевая составляющая, основанная на лоре SCP. Играя на нём, вы сможете быть уверены, что играете с людьми, которые действительно понимают о чём речь. Короче, играют там в основном сильные знатоки лора. Однако в ближайшем будущем, в рамках проекта, планируется запуск и второго сервера, на котором будут менее строгие правила. Этот сервер подойдёт для тех, кто только недавно узнал о вселенной SCP, но хочет погрузиться в атмосферу фонда, в одну из онлайн-игр по нему. Данные для подключения к этому серверу знатоков, а если вы из недалёкого будущего, то их серверу для новичков можно найти в Дискорде, ссылка на который есть в описании. Играйте и получайте удовольствие от каждой игровой сессии. Поддержите сервер, который поддерживает этот канал. Вернёмся к нашему разбору. Существо это появляется только во время католического Рождества и наводит ужас на людей в эти праздничные дни. И ужас этот вполне обоснован. Ведь ельский старик — это монстр, славящийся своей крайней жестокостью и практически абсолютной неуловимостью. Он похищает детей, попутно расправляясь с их семьями. Затем он делает из своих маленьких пленников рабов, заставляя их шить чудовищные игрушки из других своих жертв. При этом фонда SCP никак не может его поймать из-за его ничем не ограниченных возможностей к перемещению в пространстве, что делает его одним из самых сильных существ. Файл SCP об этом монстре содержит настолько жестокие подробности, что даже несмотря на популярность этого объекта, многие ютуберы отказались от идеи читать его. Это произошло из-за того, что с такого ролика точно снимут монетизацию, что в условиях нынешнего ютуба очень плохо. Да и просто из-за того, что далеко не всем понравятся описанные в статье жестокие сцены. Наверное, каждый, кто читал эту статью, задавался вопросом, на чем же она основана. Выдумал ли ее автор полностью, или у нее есть какой-то ужасный прототип в реальности. Множество людей задавало этот вопрос в комментариях под оригинальной статьей. Благо, автор объекта охотно общается с читателями, и в его ответах можно найти много интересной информации. Конечно же, первое предположение, которое приходит на ум, что SCP-4666 это Крампус, и автор его подтверждает. Да, SCP-4666 это действительно Крампус. По названию этого видео вы могли сразу понять, что не все так просто, ведь Крампус это все-таки вымышленное существо. Но все по порядку. Крампус – это персонаж, популярный в католических странах, наравне с Санта-Клаусом. Прообразом Санта-Клауса был святой Николай, который изображался добрым старцем, дарившим послушным детям подарки. Однако у него был антипод, который прятался в его тени, и приходил к непослушным детям, к тем, которые плохо себя вели. Посланник самого ада по имени Крампус. Хотя появился он еще в дохристианские времена, и был злым духом зимы и холода. На самом деле персонаж настолько мрачный, что правительство разных стран множество раз пытались запретить упоминать его в связи с праздниками. А в Австрии до сих пор идут споры о том, можно ли вообще такие морды показывать детям страшное. Но несмотря на это, Крампус до сих пор популярен и появляется вместе с Санта-Клаусом на праздники во многих странах. Мне даже попадалась статья, в которой утверждается, что в 2019 году люди, нарядившись в костюмы Крампусу, устроили беспорядки. Видимо, как-то не так он влияет на людей. По существующим поверим, Крампус все же отличается от того, что описывается в статье SCP-4666. Например, он носит цепи и чаще всего появляется в полуживотном обличии, с рогами и копытами. Хотя вот на этой картинке, аж с 1911 года, Крампус выглядит точь-в-точь как SCP-4666 и делает все то же самое. Приходит к злобным и агрессивным детям, засовывает их в мешок и утаскивает прямо в ад, где творит с ними всякую страшную дичь, а иногда и просто жрет. Короче говоря, сходства есть. А главное, что сам автор SCP-4666 все же подтвердил, что этот объект основан на историях о Крампусе. Но смотрите, как тут написано. Идея сделать SCP на основе Санта-Клауса и Крампуса пришла позже. Да, отсылка к Крампусу это только самый внешний слой этой истории. Внутри у нее кое-что куда более жесткое и куда более реальное. Один из комментаторов предположил, что история подозрительно похожа на события в Хинтер-Кайфике. Да, с этого момента вещи становятся действительно мрачными. Потому что речь о гибели целой семьи в 20-е годы 20-го века в Германии. В одной из деревень Баварии, где многие детали подозрительно похожи на историю SCP-4666. Однажды на окраине деревни Кайфик, то есть в Хинтер-Кайфике, поселилась богатая семья губеров. Люди эти не только были очень богаты, но и странны. Настолько, что умудрились как-то поссориться со всей деревней. Жили они довольно обособленно, на самой окраине в большом особняке. Потому о них ходили самые разные слухи. Кто-то говорил об огромных богатствах в их доме. Кто-то о том, что они устраивают оргии за закрытыми дверьми. И все это было не на пустом месте. Глава семьи Андреас постоянно устраивал драки, каждый раз, когда выходил из дома. Да и просто ругался и оскорблял всех подряд. Его жена и старшая дочь переспали за два года со всеми соседями. А младшая дочь, ходившая в местную школу, была забитой и практически не разговаривала с другими детьми. Но в историю они вошли совсем по другой причине. Очень часто у дома этого семейства видели человека, который что-то высматривал, и которого по какой-то причине никто не мог узнать и запомнить. Затем человек пропал. А в один прекрасный день на снегу перед домом появились следы, ведущие из леса к дому семьи. После чего жильцы начали слышать необъяснимый шум и шаги в разных частях своего поместья. В этот момент из дома сбежала суеверная служанка Губеров, посчитав, что в их усадьбе завелось привидение. И сделала она это крайне вовремя, ведь больше из дома никто не выходил. Да, иногда бояться привидений и убегать от странных звуков полезно. На этом аномальные события только начинаются. Ведь уже после предполагаемого дня страшного события в доме зажигался свет, несколько раз растапливался камин, доносились какие-то шумы. Однако, взрослых членов семейства со дня бегства служанки не видели ни у дома, ни на местном рынке, ни в других местах, где они обычно появлялись. А младшая дочь перестала ходить в школу. Только на четвертый день этих странных событий к усадьбе приехал Альберт Хофнер, местный инженер по паровым двигателям. Он удивился тому, что хозяин дома не встретил его, ведь его вызвали, чтобы починить паровую машину. Большое дело. Дисциплинированный немец, однако, сам отправился чинить паровую машину, стоявшую в пристройке дома. Не зря же он приехал, в конце концов. Через несколько часов он закончил работу и удивился. Удивился он тому, что даже на страшный грохот, что он создал, никто не вышел. Тем более, что мужчина старался производить как можно больше шума, чтобы обратить на себя внимание. Во время работы он громко пел, гремел железными деталями и запускал огромный паровой котел. Насвистывал мелодии. Но всё, что происходило, это в глубине дома начинала лаять собака. Тогда он вернулся в деревню и взял с собой четырёх крепких мужчин. И вся компания ворвалась в дом. То, что они там увидели... В общем, если вы читали страницу самого SCP-4666 на сайте, примерно то, что делает этот монстр со своими жертвами, они там и увидели. Ещё точнее, они увидели то, что описано в третьем случае нападения SCP-4666. Описание того, как этот SCP разделывается жертвами, подозрительно похоже на то, что случилось с гуверами в реальности. Расследование сразу зашло в тупик. Ведь никаких следов того, что в дом кто-то проник, обнаружить не удалось. Не были тронуты и ценные вещи. Точно так же, как и описано в объекте SCP, не пострадали животные, которых держала семья. Всё это настолько потрясло Германию, что правительство назначило огромную награду за любую информацию. Были допрошены сотни человек. Расследование шло много лет. И даже сейчас, спустя почти сотню лет, находятся желающие попытаться докопаться до истины. Кто совершил данное деяние, до сих пор неизвестно. Убийца как будто просто исчез с места события. И это породило огромное количество самых разных слухов, мифов. Есть вот даже фильм 2009 года. Правда, он, судя по всему, довольно трэшовый. Пять звёзд из десяти это довольно мало. И да, есть SCP-4666. И да, автор подтвердил, что события в этой баварской глуши буквально были именно тем, с чего началось написание SCP-4666. Возможно, ещё и поэтому объект нагоняет такой сильной жути. А Крампус в истории появился уже потом, когда автор размышлял, какое аномальное существо вообще способно на такое. С событиями в кайфике, кстати, связан не только SCP-4666, но и другой объект, SCP-2127, на мемориальном кресте, который на самом деле установлен в частях событий. По сюжету объекта прикреплен лист с надписью «Кто же это сделал?». Человек, который прикасается к этому листу, телепортируется в странное место, в маленькое карманное измерение, в котором находится точная копия дома гуверов, с телами всех членов семьи. В этом загадочном страшном месте ход времени изменился, и теперь там всегда следующий день после преступления. А само это место, само пространство там, скорее напоминает черно-белый фильм, а не реальность. Провести там можно только 24 часа, потому что раз в сутки время в этом месте как бы сбрасывается, выбрасывая всех, кто туда попал, обратно в наш мир. За это время сам объект предлагает найти виновника тех событий, как бы играя с попавшими туда людьми. В ходе исследования этого измерения агенты фонда облазили весь дом, а затем отправились в лес неподалеку, где встретили неизвестное существо, которое в самой статье никак не описано. Говорится лишь о том, что оно очень опасно. Возможно, что это и есть мир гельского старика, где он держит пленных детей. Там он воссоздает места страшных расправ над их семьями в бесконечной временной петле. Впрочем, это уже действительно только теория, потому что автор SCP-4666 вообще сказал, что не читал SCP-2127 перед тем, как писать свой объект, но сходство получилось интересное. А вот связь с событиями в деревне Кайфик – это самое, что ни на есть страшное, правда про SCP-4666. Теперь читать его будет намного страшнее. Приятных кошмаров. Кстати, а как вам вообще сама эта идея, что SCP-2127 и SCP-4666 всё же связаны, и у ельского старика есть своё карманное измерение, как и у кое-какого другого старика? Напишите свою теорию в комментариях. Все ваши теории буду с удовольствием читать и лайкать. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok